Девушки отдыхают Вечер добрый Да вам тоже У вас наверное уже доброе утро Скоро будет 4.22 Ух ты А что не спится А куда спешить Не я не говорю Я спросил почему не спится Спешить вообще никуда не надо Спешка хороша при ловле блох и при поносе Все больше нигде А спешка еще хороша Когда от тещи убегаешь Не надо такую тещу заводить От которой бегут на русле Не дай бог Тем более на востоке Там тещи такие не бывают Там с уважением Да ладно Все тещи одинаковые Что в России Что в Украине Что в Пальше Что в Казахстане Что в Турке-Медестане Да у меня классная теща Слушайте Хотя из Украины Но классная теща Ну Моя бывшая теща Это вообще золото Натуральное Нашел Тещу Натуральную татарку Так только ради этого Надо было Жену держать Было красиво Классно Она мне всегда Помогала Сначала Ненавидела меня Ненавидела Просто С топором Могла Запросто Белить за мной А потом смирилась И думает Все равно Если эта дура Лучше не нашла А потом смирилась Я уже развелся Она лет пять Меня еще Обхаживала Кормила Это вообще прикол Слушай Нихерово Ты альфонсом устроился У меня как-то В жизни Такое не получалось Да какой альфонс Какой нахер Ну не знаю У тебя теща Еще пять лет После того Как ты развелся Обхаживала Не ну Встречала Там Звонили Созваниваемся До сих пор Созваниваемся Я не понял Ты с женой развелся Чтобы с чочной? Не Не Я имею ввиду Вообще Просто Нет Ты что У нас такого Вообще нет Я удивился Поэтому Не Не Просто говорю Имею ввиду Что Развелся Уже С женой Не живу Ну Род Как Встретить Меня Накормить Там Постирать Не вопрос А у тебя Другая жена Уже есть? Да И как она Относится К тому Что У тебя Бывшая Теща Обстирывает Ну У нас Это В принципе Нормально В Казахстане Да А Ну И правильно Жене меньше Работ Ну Не то Что Жене Меньше Работ Она тебе не Говорит Возьми Свою Шматью Отнеси Тещу В этот Выходной Пойдем Куда-то Время Не 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 В том В смысле Не Не Навязчиво Понимаешь Не Навязчиво Вот и Заехал В гости Уже С новой Женой Высшей Тещи Она Без проблем Принимает Тебя Кушать Готовит Постирает Если Что Такого Нет Ненависти Какой-то Еще Чем За Бу В Причем а как это вообще происходит а дочь а ее дочка к этому относится что мама обстирывает бывшего мужа женой она также звонит моей моей маме там и деньги занимает хотя мы уже не женаты 15 лет прикольно а вы вместе там друг друга там нет нет встретитесь там по старой памяти и не ни разу не виделись ты приедешь с новой жидой к тёще а там твоя старая жила пришла и чё ну вместе сядете покушаете соточку выпить и покушайте соточку с бывшим детьком ой есть он вебем я пошел на свидание прикольно ничего такого не норма все нормально а где вы там в ауле живете что там где вообще нету никого вокруг а чё такие простые эти я вообще не могу понять я например живу астана столица вот вот это я тоже понять не могу если живешь столице где сотни тысяч людей из всех ты выбрал приезжать к бывшей тёще это какой за счет себя еще понял ты на луне живешь и там вот поселение или вот где-то там вот значит на отшибе где-то какой-то аул и там больше вообще никого нет вот пойти вообще некуда знаешь вот клуба даже нет пойти ты пойдешь к тёще а вот в астане что тебя может подвигнуть вот с новой женой попереться к тёщи покушать и чтобы она тебя постирала я сподвигнуть это не ни к чему не можно ну два раза я так делал то есть ты пришел я же не говорю я нет и ты же не в не понял брат том смысле чтоб постирала ну ты туда приходишь гость понимаешь и постираться они не постираться хочу замутить это уже обязана тебя что сподвигнули идти к бывшей тёще я допустил сподвигнула того что она сама позвонила сказала приезжай у меня пирог и ты взял свою жену и поехал ухты обалдеваю я тебе серьезно говорю я такого не слышал нормально это у нас это нормально я не знаю как там у нас это нормально слушая с бывшей женой дети есть нету ну хоть это хоть хоть это нормально между собой чик вообще непонятно а с этой женой дети есть двое молодец и должен понять гостеприимство казахстана это не не то что там рассказывают в бурятии там жену можно передать там другого вверх это или гулян во-первых это не в бурятии она чукот якутия разница не будет тут не такое просто гостеприимство это если ты знаешь человека и он тебе говно никогда не делал то ты можешь его даже бывшего принять напоить накормить спать положите рядом лечь что за дурацкие европейские темы мы вообще что такое потрахаться это совсем совсем другая тема это это вообще просто отдельная тема слушай я нисколько не преуменьшаю гостеприимство казахстан казахов там таджиков тех же узбеков гостеприимство это гостеприимство но здесь немножко другое ну допустим у меня у допустим у меня же жена друга оксана и что русская русская жена друга руки она прибегает примерно ну три раза в месяц короче ко мне зачем даже он ее колотит хохол жорик он ее колотит просто а к тебе она зачем прибегал потому что и некуда бежать она у меня вот на диванчике спит душ принимает кушает всякая фигня я например могу голый запросто пройти мимо нее смысле голый 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 но я же ее не трахаю я же она же мнение со мной не изменяет моему другу жорику что ты перед ней голый ходит а потому что я люблю голым спать тебя и вообще нисколько не смущать что чужой человек вообще вообще по барабану где в гости не приеду даже звать будешь я не приеду к тебе в гости до рабальный ну вот так вот как-то а как ты перед единой тоже голый ходишь дом почему дети отдельно живут я вот по твоему лицу я не могу определить сколько тебе лет да наверное мы с тобой ровесники наверно ну-ка давай обрадуй меня ну какого-то года не я тебя спрашивают что-то меня спрашивает тебя спрашиваю 75 и дети уже отдельно а когда дети с тобой жили ты тоже голый ходил почему это со мной они никогда со мной не жили смысле фига наш мой дом у кого детей а как они выросли как выросли каждый день к ним заезжал и все ты разведен со второй женой вы отдельно с ней живете а каждый день приходит вы от и отдельно живешь у тебя отдельно юрта стоит почему я тебя вообще не понял слушай ты если ты у тебя семья есть и семья отдельно живет от тебя а ты ходишь голым перед 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 этой как ее как ее зовут я забыл перед оксаной голый ходишь а дети отдельно с женой слушай ты кумыса наверно перепил сейчас перед вечером до перед сном я нормальный нормальный казак который может содержать все по-человечески это нормальный казак так ты детей воспитываешь каждый день вижу не а вот вечером перед сном там идешь там сказка маска почитаешь чего-нибудь историю про чингисхана расскажешь ну про кого ну про ленина расскажи я знаю про кого-нибудь 43 тома до сих пор у бати стоит он тоже отдельно так жил ты тоже отдельно ты его не видел тоже в юрте отдельно это квартиры натуральные нормально обыкновенные квартиры как я например живу 14 этажном доме на каком этаже жена живет с детьми а при чем этот этаж ну если ты отдельно от них живешь где они живут соседнем доме они даже не в одном доме с тобой хорошо давай теперь нормально перезагрузись я полностью перезагружаюсь давай чуть-чуть начну в казаха превращаться постепенного по твоей логике да вот я пытаюсь понять тебя но это нормально хорошо не какой смысл что ты живешь отдельно от жены чтобы марти не было что-то больше класс это класс мужик должен свободу иметь так подожди жена живет в соседнем доме с детьми к тебе приходит оксана перед которой ты ходишь голый красавчик и все так в казахстане нормально содержу их содержу дом все содержу машина куплено им чаще а зачем ты подожди 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 а зачем ты с первой женой развелся ну так получилось просто как у всего не тоже бы содержу как раз за тоже приходила бы в гости нет нет ну или не захотела бы не приходила бы у нас видеться нельзя с тещей с тещей с зятем там хоть с кем но только не с ней слушай а вот дети когда тебя на улице видят они что говорят вообще вот так вот папа они узнают тебя еще смотри 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 а вот интересно да не подожди подожди вот смотри интересно мне да и опять же я пытаюсь все представить знаешь как в жизни я пытаюсь я ты сейчас меня в тупик поставил я такого еще не слышал хотя я сам с таджикистан у нас такого нету смотри вот такая вещь пока ты вот здесь вода у тебя оксана на диване лежит а ты ходишь голым по комнате а вот представим дети еще совсем маленький ну совсем маленький да и вот жене тоже ночью стало скучно и пришел какой-то там назови любой марат пришел ну скрасить одиночество ты об этом не знаешь тоже это братан уже совсем другая тема не это уже его его тоже жена из дома выгнала им ночевать негде вот он пришел к твоей жене а твоя жена вода сюда ходит все возможно все возможно но тогда данном случае данном случае как ты говоришь она бы уже не было женой ответ ты же не знаешь знаешь как это не знаешь что такое не знаешь дети совсем маленькие а ты не знаю утечку камеры там стоят что везде у нас в астане камеры стоят даже в унитазе блин прикольно у нас общая система охраны понимаешь это вот дворы лестницы площадки любой перекресток на каждом долбаном столбе на котором можно повесить камеру на камера висит подожди за каждый бычок вот допустим ты бычок выкинул я всегда поражался с этих бегунков я их называют от бегунки с россией они за все не могли понять как катак вот я выкинул бычок и через пять минут меня уже менты пакуют они все время думали почему-то а потом до них дошло что за плевок 70 долларов за бычок 30 долларов за матершинное слово в магазине 800 долларов все очень просто понятно не ну опять же я все равно не было в спальне у жены тоже камера стоит чтобы ты спокойно спал но это тут уже братан этот как у надо доверять ты хочешь мне сказать что у тебя лежит женщина чужая жена на диване и ты проходишь она мне аж тебе говорю и ты про его же мимо нее голый вот голый прошел про дефилировал в одну сторону в другую стол за пошел кофе попить дали там чаек ночь в туалет пошел я на нормально тебя не реагирует а такое так и должно быть реагирует вообще слушай правильно и муж бьет давай ты меня что-то загрузил перегу загрузил аж давай бросай иди к жене и что это было вообще это что было это цирк был обалдеть слушайте я я такого еще не слышал подсудимый не наносил побоев потерпевшим конечно не нас носил он пошел в туалет а он не смог дверь сломать значит дверь он ломал зачем ломал слушай я русский язык не хорошо знаю он постучит дверь и сказать тоже хочет такие вопросы дают что неудобно отвечать даже